Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами мы уже изготавливали похожую нимфочку. Я хочу предложить вашему вниманию нимфу, которая уже проверенная в этом году. Я ее буду изготавливать так, как она была опробована, а вы уже можете использовать свои варианты. Я взял обыкновенный крючок, граб-шримп. Желательно, чтобы была значительно толстая проволока. И свинцом из набора 0,51 я, начиная от колечка, прогнал до загиба. И здесь я оставляю свой свинец. Теперь нам понадобится для изготовления немножечко для укрепления пера вот такой люрекс, который мы закрепим здесь же, у загиба. Пока подхватили, ничего не предпринимаем дальше. И мне понадобятся вот такие три пера, которые с павлина. Желательно так, чтобы они были не сильно рыхлыми, в то же время были достаточно крепкими. Лучше, конечно, использовать перо там, где продаются в наборах мечевидные. И стараемся вот так в конце закрепить три наших перышка, так, чтобы у нас был импровизированный хвостик. Подправим, сколько нам необходимо. Вот так будет достаточно. И теперь, пока у нас перо, все материалы остаются здесь, я аккуратненько подхвачу весь материал, который мы подкрепили. И желательно ниткой слегка скрыть следы свинца. Совсем-совсем немножко. Это не принципиально, так как сильно у нас не проявляется свинец. Вот приблизительно столько будет достаточно. Закрепили. В качестве материала, которым мы будем с вами покрывать, делать чехлик, я уже использовал неоднократно и показывал вам вот такую пленку. Но скажу вам сразу, будьте осторожны по поводу выбора вот таких, всех блестящих элементов. Потому что уже проверено, или очень хорошо ловится рыба, или рыба обходит стороной, довольно-таки настороженно относится к блестящим нашим приманкам. Но зачастую поклевки довольно-таки результативные и частые. Все. Теперь мы с вами можем эту нить удалять, так как дальше будем работать с черной нитью. Нам необходимо поставить крючок в удобное для нас положение. Так как будем обматывать теперь пером и другими материалами. И теперь аккуратненько берем все три наши бородки, которые мы с вами закрепили. Подвигаем пленку. Я не армирую, а предварительно для того, чтобы доматывать перо, буквально снизу и чуть-чуть сверху наношу клей. Достаточно хорошо он держит перо, служит долго. Прокрутим немножечко наше перо и начинаем выполнять обмотку по телу. Виток к витку можно использовать, но тогда надо будет добавлять еще блестящие элементы. Это изготавливать такую нимфу из пера фазана. Но скажу вам сразу, не совсем она была проверена до конца, поэтому я этот вариант вам не предлагаю. И теперь мы берем, удерживаем рукой или же возьмем передержатель наши перышки и закрепим теперь нить. Ставим теперь опять крючок в удобное положение для нас. Здесь я немножко промажу клеем. Хорошо теперь прихватим наш материал и остатки удаляем. Вот в таком варианте мы теперь его оставляем. Берем, промотаем теперь. Не имеет значения в какую сторону, это мы с вами будем в качестве привлекающего элемента. Можно вот так в обратную сторону или выбрать несколько другой шаг. Это уже не принципиально. И остатки удаляем. Теперь нам с вами необходимо выполнить обмотку и установить чехлик до формирования грудки. Поэтому сейчас мы установим крючок опять в удобное для нас положение. Закрепим нашу нить, чтобы не убежала. Вот так вполне нам будет с вами достаточно. И теперь нам необходимо изготовить грудку. Грудку я обычно изготавливаю из даббинга другого оттенка. Но учитывая то, что у нас рыбалка будет на больших глубинах, есть вот такой даббинг. В нем, правда, нет отметки, что он ультрафиолетовый. Но проверено уже все вот эти вот добавочки, которые дают блески. Они очень хорошо работают и отражают цвет на больших глубинах. Слегка промазываем клеем. И буквально немножечко нанесем даббинга. Совсем-совсем немножко. Вот столько приблизительно нам будет достаточно. И теперь переламываем нашу пленку. Следим за тем, чтобы она у нас аккуратненько была закреплена. Никуда не убегала. Обхватили, подхватили, подтянули, как я неоднократно показывал. Немножко добавляем теперь клей на нашу пленочку. И теперь я промотаю с клеем. Немножко переламываем вот так нашу пленку, чтобы не было у нас накопления материала. И теперь аккуратно можем удалить нашу пленку. Не за один раз. Опять ставим крючок в удобное для нас положение. Но для начала закрепим на пять нашу нить. И теперь от нашей аккуратной работы уже будет зависеть только лишь вот эта обмотка и вся красота, уловистость нашей приманки. Берем теперь аккуратненько нашим свинцом, начиная от хвостика, и двигаемся с равным шагом. Следим за тем, чтобы наша пленка никуда не съезжала. И теперь аккуратненько доходим до крепления грудки. здесь выполним с вами до конца вот так обмотку. Доходим до колечка. И у колечка желательно выбрать точку, так чтобы у нас потом не было здесь горбыля. Но обычно у меня получается ближе к моей стороне. Закрепим до конца наш свинец и приведем ушку в порядок. И вот, как вы видите, капнули капельку лака. Сверху по спинке я тоже добавил немного лака. Проверено, так что пробуйте в разных... Единственное, что можно изготавливать в рыжих тонах. Оранжевый, кирпичный. Попробуйте. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.